Всем привет друзья! Очередная посылка из Китая, вскрываем посылку. Почему-то китаец сделал вот так, то есть я на одну посылку и вторую как-то вот так он сделал. Ну хотя понятно почему он так сделал. У нас, друзья мои, SATA 1.5, почему-то он какой-то теплый внутри, реально теплее, чем все окружающее. Может быть батарейки там. Странно, но он реально теплый. Очень интересно, что он сам по себе теплый. Друзья, 1 терабайт. Ну 1 терабайт теплого SATA. Ну и это естественно CCD. Вот такая вот фирма. Ну скорость тут стандартная. Как бы тестировалось все уже. Ну и 4 болтика в комплекте. Поставлю, да сниму видео. Ну а вторая посылка тоже самое. Это я заказывал вот на этот ноутбук. Здесь, к сожалению, стоял на 320, но он сломался. Я его вытащил. Здесь был стоял обычный HDD-шник, ну как бы. Он совсем там умер вообще. Ну то есть даже и гендасного ошибки не давать, что он мертвяк полный. Пришлось там через F1 заходить. Ну в общем-то здесь 360, тот был на 320. Ну я думаю, что все будет хорошо. Вот. И вот я вам сейчас и продемонстрирую. В первую очередь потом на ТЭР продемонстрирую. Смотрим, что это он. Видно, не видно. Один ТЭР. Это он. Ну подключил стандартно. Пока так повисит, я хочу убедиться, что он работает. Включаем комп. Идет загрузка ВИНДЫ. Сам САТО. В то смысле, я их так надеваю. Идет загрузка ВИНДЫ. Сам САТО. В то смысле, я их так надеваю. Так. И сразу же на компьютер. Опа, здесь у нас еще нет. Идет загрузка ВИНДЫ. А почему? Давайте здесь искать. обеспечивать устройство. Вот он, похоже. Он не как дисковое устройство. Нет, вот он. Он есть. Обновить драйвера. Давайте так. Вот. Теперь мы дисковый накопитель. Обновить. И ничего. его. Давайте вот через эту программу. Диск 2. Ну хорошо. Вот он, диск 2. Видите, нераспределенный. То есть его надо было просто через вот эту вот программу, наверное, создать том, да. Создать простой том. Ну, максимально пусть будет. Здесь будет диск Э. У меня А, Д, Д есть. Ну, как-то так. Так. Все. Понажимали, понажимали. Быстрое что-то там форматирование. И вот он нашел новый том Э. Все. И вот он новый том. Так. Теперь смотрим скорость, друзья. Ну, короче, понятно. что надо было чего-то поиграть чуть-чуть с ним. Вот. Ну, давайте. Вот тут есть ролик для Ютуба созданный. 155 мегабайт. Это его расположение. Диск С. Мы его сюда скопируем. Скорость. Опа. Даже не было. Вы видели? То есть вообще моментально. Офигеть. Ну, теперь диск Э. Смотрите. Так. Давайте что-то побольше сюда скопируем. Что-нибудь побольше. Давайте скопируем. Вот. У меня есть еще HD винчестер. Ну, допустим, фильм Арсианин. То есть это, чтобы вы понимали, видчестер FDD. Вот этот вот. Вот он медиа. И это не FDD. А диск С у меня FDD. Ну, соответственно, здесь скорость 106-105. Ну, и давайте с него скопируем на диск С. Ну, скорость вообще бешеная. То есть понятно, что копируется все моментально. В общем, все работает, друзья. Цена вообще приемлемая. Ну, просто. Просто прям круто все. Всем привет. Я со своего старого диска сделал с помощью вот такой программы Arctrum Reflect. Сделал планирование. И смотрите, чудо какое. У меня все файлы, все, что было на рабочем столе, все перешло на это чудо диск на 1Т. Ну, как-то так. То есть все работает, все летает. Ну, давайте вот файл. Ну, насколько это быстро, да, чтобы вы понимали, работает. Нет. Вот здесь вот у нас есть компьютер, свойства. Нет. Вернее, компьютер управления. Управление дисками. Он как-то не основной, этот диск. диск С вроде же. Вот что-то он как-то второй, видите. А этот основной раздел. Ну да ладно. Ну да ладно. Так, нам чего нужно сделать. Ну да, он как-то диск здесь вверху. А здесь вот этот С получается второй теперь. Ну, наверное, из-за кланировки этой свойства. Ну, в общем, тут ладно. Все понятно. Так, теперь что мы делаем. мониторинг, наверное, производительность. Ну, это не здесь, это диспетчер задач, надо. И вот здесь производительность. Значит, диск. Да, вот диски тоже как-то вот. Ну, вот диск С. Вот мы сейчас на нем работаем. Значит, вот смотрите скорость. Чтение, записи, формат, емкость. Давайте попробуем что-то скопировать на него. Вот с другого диска копируют все фильмы Marvel. Вот пошла скорость. Ну, понятно, тот диск HDD. Ну, что у нас по диску С? Да ничего у нас по диску С. Скорость идет и загрузка даже не 100%. Хотя диск Е, смотрите, он на 100% сейчас работает, с которого мы скачиваем. А диск С, ну, вообще, где-то там, там, там вам нужно. В общем, господа, заказывайте. Вот диск на терабайт. Охрененная вещь. 4 тысячи рублей. И будет вам счастье. Да, какая-то непонятная китайская фирма. Ну, зато все работает и все шикарно. Всем спасибо. Всем пока. Ссылка в описании. Ссылка в описании.